Всем привет! В эфире неделя спорта и я ее ведущая Карина Саяхова. Сегодня мы расскажем о самых ярких событиях из мирового и студенческого спорта. Итак, смотри сегодня выпуски. Обзор игр Акбарса и Рубина в своих чемпионатах. Студенческая баскетбольная лига. Первый тур КФУ против КГСУ. Студенческая хоккейная лига. Противостояние КФУ против КГСУ перед плей-офф. Спартакиады вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Второй тур КФУ КАИ. Обзор финальной части внутривузовского этапа чемпионата АССК России по стритболу. Начнем сегодня нашу программу с обзора матча Акбарса и Рубина. Казанский Рубин продолжает играть в российской премьер-лиге без поражения. А Казанский Акбарс, в свою очередь, стремится к очередному Кубку Гагарина. Все подробности у Амира Саберова. Начнем с хоккея. Первые два матча в плей-офф для Казани закончились победами. Серия переехала в Нижний Новгород. Третий матч Акбарс провел более чем уверенно. Нападающих гостей забивали в каждом из периодов. Счет открыл Харри Песанин в большинстве. 81-го номера оставили одного на пятаке, и он одним касанием переправил шайбу в ворота. 1-0. На 14-й минуте Микаэль Викстранд с Виктором Тихоновым выбежали в атаку 2-1. И последний замкнул передачу Шведа. 2-0. А минуту спустя Акбарс забивает уже в меньшинстве. В быстрой контратаке Михаил Фисенко отдал пас на Кирилла Петрова, который поразил пустой угол ворот Тихомирова. 3-0. Ну а жирную точку в матче поставил Артем Лукаянов в третьем периоде. Защитники хозяев повалили нападающего Акбарса перед пустыми воротами, и судьи незамедлительно указали на гол. 4-0 в матче и 3-0 в серии за Казанью. В четвертом матче Акбарс должен был завершать серию и выходить в следующий раунд плей-офф. Подопечные Дмитрия Квартального сумели открыть счет только в начале второго периода. Защитник Андрей Пидан здорово сумел щелкнуть в дальний угол ворот Торпеда. 1-0. Две минуты спустя Казанцы оказались в большинстве, и Найджел Доу забросил свою первую шайбу в плей-офф. Петр Кочетков был бессилен после точного кистевого от 9-го номера. 2-0. К счастью для Торпеда, им тут же предоставился хороший шанс сократить разрыв в виде большинства, которые они и реализовали. Иван Чехович первым оказался на добивании после броска Криса Уидмана. 2-1. Три минуты спустя первое звено Казани опять дало о себе знать. Хорошую комбинацию начертили Дакоста и Доус. А Виктору Тихонову оставалось только подставить клюшку. 3-1. Как бы ни старалась Торпеда, спасти матч и в то же время серию им не удалось. В самом конце Станислав Галиев забивает в пустые. 4-1. Сухие 4-0 в серии, и Акбарс проходит в полуфинал конференции. Первый раунд завершен. Следующим соперником Акбарса по пути к кубку стал уфинский Салават Юлаев, который в пяти матчах разобрался с Челябинским трактором. Ну а теперь к футболу. 8-го марта Рубин на своем поле принимал питерский «Зенит». В первом тайме команды проводили обоюдно острые атаки, но дело дошло до гола только на 41-й минуте, когда главный судья матча назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Далеру Кузяева. Джорджи Деспотович подошел к мячу и хладнокровно реализовал свой шанс. 1-0. Рубин вышел вперед. Во втором тайме питерцы сравняли счет. Ярослав Ракицкий навесил со штрафного, и Сердар Азмун замкнул головой мяч в ворота. 1-1. Игра шла к ничьей, но игроки были с этим не согласны. Денис Макаров убежал в быструю контратаку, обыграл двух защитников и ударил точно в дальний угол ворот Лунева. 2-1. На 9-й добавленной минуте в сверхэмоциональной концовке «Зенит» мог сравнять счет. Арбитр поставил пенальти уже в ворота Рубина, но Юрий Дюпин парировал удар Артема Дзюбы. Казанцы в упорном матче одерживают победу против лидера турнира со счетом 2-1. 14-го марта Рубин играл в гостях против Уфы. Здесь уже казанцы были явными фаворитами. Гости полностью контролировали встречу и к перерыву вели уже в два мяча. Сначала на 30-й минуте Денис Макаров точно пробил с дальней дистанции. 1-0. На 42-й уже Хвича Хворацхелин замкнул передачу Михаила Костюкова. 2-0. Ну а точку в матче поставил Илья Самошников своим подставлением в ворота хозяев. 3-0. Казанцы одерживают третью победу подряд и делят четвертое место с Локомотивом и Сочи. На сегодня наш обзор завершен. Увидимся на следующей неделе, где я вам также расскажу о самых интересных матчах. Переходим к студенческому спорту. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола подошел к концу, но баскетбольный сезон продолжается. На этой неделе стартовала студенческая баскетбольная лига. Свой первый матч сборная Казанского федерального университета отыграла на своей домашней площадке Уникс. Как сыграли федералы и чем закончился матч, расскажет Надежда Дик. Восьмой сезон студенческой баскетбольной лиги сборные Казанского федерального университета начали с матчей против Казанского государственного архитектурно-строительного университета. С самого начала матча девушки из федерального университета начали быстро отрываться в счете, не оставляя шансов даже на броски своим соперницам. Сборная КГСУ смогла открыть счет своим очкам, когда на табло уже было 10-0 в пользу КФУ. В итоге первая половина игры прошла полностью под диктовку КФУ. 21-1 в первой четверти и 45-3 во второй. Вторая половина не сильно отличалась от первой. К КГСУ в свою копилку за последние 20 минут смогли заработать только 10 очков. КФУ уже за это время набрали 47. Все было на стороне федерального университета в этом матче. Хорошие быстрые проходы к кольцу, точные трехочковые и идеальная игра в обороне. У КГСУ наоборот ничего не шло по ходу матча. Итог встречи 92-13. Женская сборная КФУ разгромила своих соперниц из архитектурно-строительного университета. После матча среди девушек на паркет вышли мужские сборные. Первую половину команды играли на равных курсах. Явного фаворита не было видно. Команды то и дело зеркально вели встречу. Сначала забрасывают КФУ, затем КГСУ. Однако, ближе к концу первой четверти КФУ начинает выходить вперед. 24-11 на табло перед первым перерывом. Во второй четверти юлбарсы начали быстро отрываться от соперников и забрасывать все, что только можно было. Как итог, перед большим перерывом федералы сделали отрыв в 31 очко. В третьей четверти игроки из КГСУ явно начали сдавать позиции, чем игроки КФУ постоянно пользовались. Третью десятиминутку команды завершили со счетом 84-41. А в последней четверти у КФУшников получилось перевалить за сотню по очкам. 106-56. Ровно 50 очков преимущества и первая победа в студенческой баскетбольной лиге. Надежда Дик, Ася Ашихмина, «Неделя спорта». Теперь о хоккее. Студенческая хоккейная лига продолжается и свой очередной матч провела сборная Казанского федерального университета против Казанского государственного архитектурно-строительного университета. О ходе игры расскажет Евгений Алмазов. В Ледовом дворце Баска на этой неделе состоялся очередной матч для казанских юлбарсов студенческой хоккейной лиги. На этот раз гости пожаловали хоккеисты из Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В первом периоде гости неожиданно вышли вперед. Амир Загидуллин с передачи Максима Барзунина делает счет 1-0. До конца периода обе команды успели поиграть в большинстве. Сначала на девятой минуте нападающий юлбарсов Кирилл Швецов удалился за подножку, а после уже у Кугасу Даниил Зеленин за задержку клюшкой соперника. Но вратари обеих команд сыграли надежно, не дали забить сопернику. Второй период подарил нам много заброшенных шайб и стычек между игроками. Началось все с гола Егора Аманова на третьей минуте. Ассистентом стал Руслан Телявгулов. Две минуты спустя хоккеисты устроили потасовку у ворот гостей, которая привела к драке капитана КФУ Марата Хафизова и Русте Мазарипова из КГСУ. Оба игрока поехали отбывать малый штраф. За оставшееся время периода юлбарса забили еще два гола ворота своих соперников. Марат Хафизов в первой же своей смене после удаления выбежал один на один с воротарем и разобрался с ним. 2-1. А за две минуты до конца отрезка Артем Перов доводит преимущество своей команды до двух шайб. 3-1. Заключительный отрезок не уступал по зрелищности второму. На пятой минуте юлбарсы забивают очередную шайбу. Капитан Марат Хафизов оформляет дубль. 4-1. Пару секунд спустя игроки опять не смогли сдержать своих эмоций. Еще одна потасовка с участием капитана КФУ и капитана архитекторов Никиты Никитцева. Видимо драка помогла гостям взбодриться. На десятой минуте защитник Максим Барзунин вошел в зону и бросил. Братарь бессилен. 4-2. Все надежды на камбэк у КГСУ развеялись после шайбы Азата Нурулина на последней минуте матча. Ассистентом стал Дмитрий Зацепин. 5-2. Федералы одерживают уверенную победу и зарабатывают важные очки. Ну, готовились морально. Перед игрой очень интенсивно разминались. И установка на игру была, ну, побеждать, понятное дело. Ну, где-то что-то не хватило, не добежали, не доработали. Евгений Алмазов, Амир Сабиров. Неделя спорта. С ледовой ареной Баска мы перемещаемся в спортивный комплекс Бустан. Именно там сборная Казанского федерального университета отыграла свой очередной матч в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан по мини-футболу со своим принципиальным соперником Авиационным институтом. Оксана Вареник была на месте событий и сейчас подробно нам обо всем расскажет. 14 марта состоялся второй тур в спартакиады вузов Республики Татарстан. На этот раз на площадке спорткомплекса Бустан Казанскому федеральному университету противостоял принципиальный соперник – сборная Казанского авиационного института. КАИ с первых минут начал атаковать, а КФУ в это время пришлось уйти в оборону. Уже на второй минуте у авиационного института появился шанс забить, но мяч пролетел мимо ворот. После этого игра стала жестче и на пятой минуте вратарь сборной КАИ получил желтую карточку за грубую игру. Таким образом у КФУ появился момент открыть счет и Алмаз из Басаров им воспользовался. Мяч залетел в ворота соперника со штрафной линии – 1-0. Несмотря на активную атаку и хорошо сыгранные тройки, у КАИ никак не получалось забить. И только на десятой минуте гостям удалось отправить мяч в ворота КФУ – 1-1. Но тут же федералы перешли в атаку и на одиннадцатой минуте Алмаз из Басаров, обойдя оборону соперника, оформляет дубль – 2-1. В последующие несколько минут борьба только усиливалась и преимущество переходило от одной команды к другой. Только на семнадцатой минуте Рамиль Загиров смог заколотить мяч в ворота авиационного института – 3-1. Но на последней минуте Айдар Рахматуллин из сборной КАИ забивает гол в раздевалку. Первый тайм завершился со счетом 3-2 в пользу КФУ. Второй тайм был не менее динамичным, но здесь преимущество перешло к федералам. Уже на первой минуте Денис Давыдов отправил мяч в ворота авиационного института. Это заставило игроков КАИ перейти к более активной и грубой игре, за что один из игроков получил желтую карточку. КФУ продолжил бить по мячу в сторону ворот соперника, но каждый удар сопровождался промахом. На десятой минуте Александр Девятов из КАИ попал в ворота соперника. В этот момент авиационный институт решил сменить тактику и выпустить вратаря из ворот. Но им это не помогло, так как Алмаз из Басаров, использовавшись моментом, заколотил мяч в ворота КАИ и для себя оформил хэд-трик. Борьба с каждой минутой только усиливалась. Под конец второго тайма каждая из команд успела забить по голову. От КФУ автором вновь стал Алмаз из Басаров, который оформил кофер. Оксана Вареник. Неделя спорта. После двух проведенных матчей в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан взглянем на турнирную таблицу. На первом месте Казанский федеральный университет. Шесть очков и ни одного поражения. Вторыми идут футболисты из Академии спорта. Одна победа и ничья с Медицинским университетом. Четыре очка. Тройку лучших замыкает сборная КАИ. В их активе три очка. Остальные результаты на вашем экране. Следующий матч сборная КФУ проведет 21 марта. Соперник сборной КНИТУ. Мы обязательно расскажем об этой встрече в нашем следующем выпуске. Не пропустим. В Казанском федеральном университете продолжают отбирать представители на республиканский и всероссийский этап чемпионата ССК РФ. На этот раз лучших выбирают в стритболе. Кто забрал золотые награды внутри вузовского этапа, расскажет Надежда Мещерякова. 14 марта в КСК КФУ «Уникс» выявляли очередных представителей Казанского федерального университета на республиканском и всероссийском этапе чемпионата АССК России в стритболе. В женской части турнира в матче за бронзовые награды встречались команда «Трипл» и «Победа». А за золото боролись прошлогодние финалисты внутри вузовского этапа, а именно «Братство кольца» и «Соник Икс». В матче за третье место среди женщин игра долго набирала обороты. Девушки старались играть больше от обороны в закрытый баскетбол. Изначально команды шли бок о бок, но ближе к концу встречи девушкам из команды «Трипл» получилось разбросаться, и в итоге они одержали победу над командой «Победы» со счетом 9-4. Если матч за бронзу получился закрытым, то матч за золото наоборот получился открытым и динамичным. Прошлогодние участники финала и в этот раз показывали зрелищный баскетбол. Если одна команда выходила вперед, соперник тут же догонял в счете. «Братство кольца» ближе к концу матча смогли создать отрыв в два очка, однако девушки из «Соник Икс» уже на последней минуте сравнивают счет 9-9. Далее ожидаемый тайм-аут, после которого «Братство кольца» смогли заработать еще два очка. «Соник Икс» в ответ не произвел ни одной результативной атаки. Итоговый счет 11-9. «Братство кольца» – чемпионы внутривузовского этапа. Мужской финал проходил еще интереснее, так как за золото боролись сразу три команды, а именно набережный Челнинский институт КФУ, команда «Квартет» и сборная сейчас проиграет. Финальная часть среди мужских команд была разыграна по круговой системе «Каждый с каждым». По итогу первых двух игр сборная набережной Челнинского института оба раза потерпела поражение и осталась на третьей строчке. Золото разыгрывалось в очной встрече «Квартета» против команды «Сейчас проиграет». Долгое время шла обоюдоострая игра. Игроки обеих команд старались бросать из-за пределов зоны и совершать быстрые проходы под кольцом. На последних секундах на табло горел счет 9-9, и под занавес встречи команде «Сейчас проиграет» удается реализовать голевой момент. 10-9. Финальная сирена. Команда с ироничным названием «Сейчас проиграет» становится победителем во внутривузовском этапе чемпионата АССК России. Надежда Мещерякова. Неделя спорта. На этом все. Наш увлекательный выпуск подошел к концу. Оставайся с нами и узнаешь еще очень много интересного. С вами была Карина Саяхова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова